доброе утречко всем я не знаю чего начать потому что была тяжелая неделя я даже боялась читать комментарии к последнему видео потому что понимала что вы там выражаете сочувствие и я всех благодарю за это просто это было очень трудно я думала что я никогда больше не заведу никакую собаку потому что ну там просто кусок души остался из сердца но оказалось что жить в пустоте гораздо сложнее поэтому сейчас покажу вам нового моего друга который я не думала что он сможет заменить мою собачку но он настолько ласковый настолько любящий у него такое любящее сердце и специально взяла мальчика не девочку чтобы ну хоть немножко характер отличались но характер очень сильно отличается мушка моя собака она такая была сама по себе немножко очень любила гостей а этот малыш любит меня так подожди сейчас покажу вам здесь микрофона мне вот такой вот тоже маленький чихуашка ему три месяца назвали его хвостиком потому что он просто хвостиком ходит сзади все время и все время хочет внимание быть рядом и так получилось что он тоже родился под знаком рака как и я и даже в тот же год кролика то есть мы очень с ним должны быть похожи наверное на самом деле он выбрал сразу меня своей хозяйкой и это чувствуется потому что он ну просто вот все время вот так вот рядом просто готов лежать бесконечно вот так у меня на шее не не нюхай микрофон у него сейчас такой период что ему все надо грызть кусать все кушать пробовать на зуб потому что будут зубы меняться в общем вот такой вот малыш которого теперь будете иногда видеть он меня спас потому что он заполнил всю пустоту своей любовью знаете был такой хороший фильм надо его пересмотреть назывался бесконечная история о некой волшебной стране где пришла такая пустота и начала все поедать и пожирать и страна стала исчезать и все думали как как с ней справиться как ее победить и там была сказана очень мудрая такая фраза которую я запомнила что пустоту нельзя победить ее можно только заполнить любовью вот этот малыш он заполнил любовью эту пустоту который мне образовалась после смерти моей собачки и и теперь живем дальше до хвостик даже знает своими пущу его вниз он очень шустрый он там кушает косточку грызет потому что чихает сейчас будет пищать чтобы его обратно взяла на руки он такой вот очень неугомонный а я вам покажу сегодня мы съездили со светой на барахолку так не не то чтобы там купить все что только можно и нужно и не нужно немножко отвлечься и какие-то пару вещей нашлись нужных полезных хороших я наверное все то что снимала на барахолке покажу после да и в скандинавсе а так как у меня уже сейчас тут кое-как поставлен телефон и надеюсь что микрофон работает и что теперь будет получше качество звука я вам покажу то что было сегодня приобретено а дальше уже там будет видеоряд из из наших похождений со светой просила мне вот такую чеснокодавку и знакомая сказала что она ее больше всего устраивает так что наташа приходи за чеснокодавкой вот там есть очень замечательный один продавец у него все очень и очень недорого и она стоила всего один евро хорошая вещь практичная для тех кто занимается домашними заготовками она занимается а я купила вот такой набор ну что ты там так это самое он сердится на косточку что не может ее сразу раскусить но она ему понравилась по крайней мере не будет грызть мебель потому что он сейчас пытается грызть абсолютно все не 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 сюда нельзя давай ты позанимайся своей косточкой вот такую вот купила потому что мне надо сейчас все замерять измерять сколько ему ложек давать чего очень удобная вещь она скреплена и здесь вот много объемов и везде написано там что-то написано надо будет разобраться 15 миллилитров там один миллилитр пять будем тебе замерять количество еды чтобы правильно кушал потом как хвостик ну что ты хочешь вот он такой вот вот теперь вот просто практически надо все время быть с ним это конечно немножко сложно но это как с маленьким ребенком ты понимаешь что он очень много требует внимания и вот это внимание она отвлекает тебя от всех самых грустных мыслей которые только могут прийти ну ты вот и будешь заниматься своими делами да это дашь немножко поснимать я знаю ты соскучился меня не было три часа он очень не любит когда я ухожу он пищит когда прихожу он просто от счастья готов неизвестно что вытворять очень шустрый так не тут пытается пройти звонок ну ладно я пока не буду поднимать так надо его отключить так у нас сегодня будет очень сложно сложно снятое видео так отключила так хвостик давай ты пойдешь немножко там потусишься где-нибудь ты потусишься ладно потусить так мне надо показать что я еще купила очень понравилась она такая вот есть вещи которые понравились понравились такая вот маленькая небольшая очевидно к ней могут могли бы быть еще еще меньшего размера какие-то розетки и ну не обязательно же варенье или мед можно орешки можно что-то еще положить мне понравился цвет сегодня опять у нас нету солнце когда нету солнца то хочется чего-то такого яркого светлого солнечного вот такая вот небольшая стеклянная ничего особенного очень все простенько из потрясающе красивых вещей или оставим ее на самый напоследок покажу еще немножко приборов это мы со света выбирали она мне посоветовала взять вот эту ложечку потому что на ней написано что на серебряная вроде бы там надо будет разобраться серебряная на или нет но она приятная хорошая ложечка для чего-нибудь так дружок не это самое сложно ну подожди малыш ну подожди ну что ты хочешь что ты хочешь вот мне почему-то нравятся ложки вот такие которые абсолютно круглые не знаю мне удобно пользоваться не удлиненными небольшими а такими небольшими купила ложечку они были по 50 сантим то есть даже не один евро и вот очень красивая вилочка когда-то даже позолоченная на конце и такая для канапе или что-то наколоть кусочек лимона наколоть или еще что-то такие вот какие-то мелочи я понимаю что может быть они пригодятся может быть не пригодятся со временем но и не удержалась по совету света и я была тоже наверное купила бы просто мне бы это вышло бы дороже это строговалась немножко чуть-чуть такая вот просто она просвечивается она маленькая вот ну что было понятно так маленькая кофейная чашечка с такой вот интереснейшей ручкой что у нас там есть что-то там какие-то не клеймо там какие-то маленькие циферки что ли надо будет поискать мне кажется что мы со света решили что она может быть даже где-то начало прошлого века возможно посмотреть когда были такие ручки сама такая форма вся вся расписана по моему расписана мне кажется это вручную я-то не очень честно говоря в этом разбираюсь но она прелестна совершенно и попробую ее сфотографировать и через интернет найти что-то подобное может быть к сожалению не было тарелочки но она сама по себе настолько прелестна что не знаю как вам это поближе показать она чудесно она так затерялась среди каких-то очень простых вещей примитивных и так хотелось ее оттуда забрать грызет он грызет косточку пускай ну вот такая вот покупка которая была чуть чуть дороже остальных но она невероятно прекрасно вот собственно из покупок и все потому что у меня теперь большая часть расходов идет на собачку я и покупаю все что только нужно можно всякие там расчесочки всякие для стрижки когтей тут какая-то штука такая потому что когти скоро придется стричь и они быстро отрастают а у них вес маленький у чихуашек они не стирают практически и тут какой-то еще непонятной в общем все надо опять по новые пеленки вся квартира заставлена пеленками разными распашонками учится ходить в туалет не только на улицу на улице он выбегает радостно бегает там смотрят забывает про то что нужно что-то сделать прибегает домой дома тогда уже там свои делишки делает в общем все это надо осваивать как бы заново но это такая радость это такое счастье и это действительно заполнила пустоту в душе поэтому думаю что наверное я смогу сейчас может быть не так часто но смогу продолжить снимать видео потому что до этого момента как-то мне казалось что я вообще уже ничего этой жизни не хочу и давайте сейчас пристыкую покажу все что мы видели на рынке и в магазине скандинавс но там к сожалению были только фотографии в конце будут много было интересных вещиц цены в скандинавсе довольно дорогие да собственно говоря на барахолке цена уже становится не дешевая но иногда что-то вот такое попадется и и потом мы пошли пить чай кофе напротив там есть магазинчик такой и рядом с нами за столиками тоже сидели очевидно покупательницы с рынка потому что тоже не доставали рассматривали брошечки какие-то рассматривали тарелочки там все что удалось купить и такие вот было видно что люди такие вот ну вот счастливы даже мелочь какая-то мелочь она может принести тебе радость скрасить вот этот серый пасмурный день мокрый дождливый поэтому будем продолжать с вами ходить и по магазинчикам и по барахолкам и искать что-то интересное если вы видели он сейчас грызет эту косточку лежа 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 на боку так сейчас секунда но сейчас уже не на боку меня тут упал мой этот самый нет у меня пока как держать правильно телефон когда на нем закреплено это устройство для микрофона но очень надеюсь что со звуком все будет в порядке ну вот так он тут на пеленке грызет рог какой-то зубы него чешутся потому что будут меняться скоро в течение месяца да привет малыш там у него под столом пеленка где он писает он почему-то выбрал именно это место еще параллельно он тут пытается все что угодно погрызть потому что у него вот такое сейчас состояние настроения что-то погрызть в общем так расфокусировалась все ладненько смотрим смотрим съемки с рынка красивое большое блюдо хорошо что я больше не собираю на красиво разрисованную продаю не сильно это какой-то деревянку для щенка у меня все время все грузит может просто ветку березу сломать может быть красивый какой оттенок у нас карамель мои папа с мамой не курили дедушка курил до 70 лет потом бросил и начал пить вино и следующие 20 лет пил вино и духи маженуар вот эти наверное настоящие старые если там они есть вообще может быть там пустой флакончик одной рукой не открыть но если не пустой то это те которые были раньше да что-то такое вспоминается тоже из детства а вот мерные ложечки тоже очень удобно здесь даже указано сколько миллилитров у меня всегда Олег мучиться с тем чтобы отмерить какие-то удобная вещь надо спросить сколько чашечек чашечек кружечек баночек скляночек красиво разрисовано вручную ну наверно нету крышки это по-моему это что-то типа сахарница что-то похоже на сахарница салатничка маленькая интересные слова посмотрим чашечек а длюлая а похоже на нашу рижскую крышечкой с крышечкой хорошо хранить то что может засохнуть очень хорошенький красивый а вазочка эта зеленая мне тоже нравится такая прямо и стакан сиреневый так вообще сиреневый не часто бывает очень красивый очень красивый он и тяжелый как типа хрустальный давайте про цены поспрашиваем нету только думаете дорога шачки ну крышечка можно подобрать здесь принципе не так сложно у нее все тут подобрана на краще да вот там для специй не думаю что не думаю что спрошу и захочу купить лучше не буду спрашивать девчонки все для вас все для нас это точно красивенькая такая прелесть вот это место кто заброшен году было за мной вот моя красота какая сомалию да это сомалию прелесть прямо вот я такие сомалию продала но более не так красивую чашку большую большая красивая чашечка в общем много всякого интересного это стеклянная тоже хорошая производитель по-моему это российская фитопратья вот какая захода как я прошла уже Дед Морозы появились а какая красота за счет какая прелесть русалочки будем выкладывать и вас рекламировать чтобы все везде да это ставили чтобы они не упали здесь всегда что-то интересное но очень дорогое ну да ну какие прелестные маленькие эти самые а мне вот эти нравятся красота нежные такие тонкие такие кажется неказистые но тоненькие так что Германия? я даже в очках в Чехословакии нет Германия розенталь старая клейма потому я как-то не узнала прелестная ну да довольно старая и в хорошем состоянии а вот вы смотрите здесь какие интересные есть вещицы это вот как стиль такой вот этот низ такой юбочкой да смотрится конечно да восхитительно просто восхитительно но вещи старые потертые крышек не хватает каркелюр сплошной а она это здесь вот не в плохом состоянии я сейчас крышку сниму я посмотрю без водителя даже как-то нету а где выкладывать будете на ютубе на ютубе на ютубе на ютубе на ютубе на ютубе там канал да по имени и фамилии Рената Смирнова так что легко найти ой какая сочетая света да красивая очень чаша вообще такая ну только в квартиру с высокими потолками со старинной мебелью и что-то такое что-то там и вот это тоже интересно я все время на него смотрю он такой необычный просто необычный а чейн кстати интересно вроде как бы и не старинный ооо что-то тут такое очень старый да какое интересное клеймо вообще арч арчборг какой-то очень необычный старый мне не хватает всегда какая старенькая старенькая прелестная только немножко чуть-чуть у меня другая но принцип тот же да принцип тот же вот у меня такая чашка есть только больше это мокка точно это чашка а нет здесь нету а вот есть здесь хальцефор это шведская точно такие же чашки только побольше очень приятная форма и ручка колечком они всегда нравятся вот так сегодня тут поскорнее потому что хозяйка сейчас в отъезде приедет привезет много-много нового ну все равно есть на что посмотреть и вот три соломка крышка от нашего реческого да добрый день здрасте да давно не попадалось в хороших маленьких чайничках дулева да тоже интересная чашечка мы потом сходим в скандинавс там есть очень красивая тоже хочу вам показать одну красивую душе кто-то разрисовал камушек камушек да какие на ножке какие изящные тоже такие тоже маленькие тихо-словакия красивые прям вот целый наборчик такой красиво смотрится еще тоже ментулевский да сейчас пляну смотрите это даже не кружка это подсвечник получается нет просто какой-то домашний декор написано лучше бы кружку сделали было бы более практично кому нужен такой подсвечник бывает да да то есть я один из увидела от сервиза что я ищу для дочери но не то что нужно такая тоненькая совсем вот вот с розочкой а с розочкой мне нужно чашку и тарелку ну как всегда то что нужно того очень хороший это тоже производитель ну это какого года 78 большая кофе не купили еще большой в общем есть в чем покопаться все после дождя после дождя в воде тут немножко булькает левшие цели купила магнитики кому интересно магнитики всякие разные зиковская шкатулочка вита кофейничек что мы тут еще увидели шерешская какое-то красивое блюдо но по-моему с трещинами или грязной или с трещинами непонятно в общем от сервиса к столу пойдем еще что-нибудь посмотрим вот такая у нас барахолочка красивая мелочевочка всякая разная хорошая такая санхерничка это всякие маленькие милые предметы чеснокодавку забываете да вот он ну вот наконец мне же ее просили хорошо я думала что нужен подстаканник и стакан вспомнить как дедушка пил у нас были как раз всякие такие подстаканники со стаканами в детстве маленькая маленькая тоненькая красивая безумно яма красота дорогой вам не надо розенталь есть ну да но только эта тарелочка от другого а сама кружечка просто сказочная прелесть это вы искуситесь я чувствую чувствую что нет не очень хорошая очень 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 да просто посмотреть обычно в эти будет посеребренные посеребренные вот эти накладки а ложки чистосеребренные есть у вас интересные такие приборы ну что тут у нас еще осталось перед походом в скандинавс магазин тоже маленькая какая ложечка какая смотри без сет чайничек ой какая прелесть какая красота динозавр что-то в нем есть такое прямо ну да его надо чистить у него посмотри как открывается то есть если его очистить он будет почти как серебряный а он посеребренный тарелочка тоже хорошая из тех что с ручной тоже дорисовкой там все английская да да это есть там такая фирма она именно вот сначала как будто размазана да как будто размазана да но своя прелесть в этом тоже есть потому что она узнаваемая вот это их стиль это их стиль очень узнаваемый так ну что в скандинавском наш любимый скандинавский ну здесь музыка громкая 40 час 30 да музыка нам будет сейчас мешать придется фотографии делать только иначе заблокирует ютуб это так так как а это это что это то что Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...